Пара Олимпиада закончилась еще несколько дней назад, но впечатлений хватит надолго. Мы продолжаем рассказ о том, как делегация из Чувашии побывала в спортивном Сочи. Кроме спортсменов и представителей власти, своими глазами Пара Олимпиаду видели школьники из Цивильска и Шумерли. С теми, кто получил заветные путевки в Адлере, встретился Дмитрий Ковалев. В Олимпийскую столицу они приехали всего на два дня, но даже за это время успели увидеть многое. Больше всего ребятам запомнились соревнования по параолимпийскому керлингу. Говорят, что воочию наблюдать за турниром намного интереснее, чем по телевизору. На стадионе царила невероятная атмосфера. Делятся впечатлениями дети. Как пришла болеть за наших керлинг, смотреть вид спорта, я вот тут уже поняла, как шахматы типа играм. Но мне понравилось там, как болеть за наших, кричать. Они и сами лучше других знают, насколько это тяжело побеждать, если физические возможности ограничены. На параолимпиаду из Цивильского района приехали три ученика коррекционной школы. Они занимаются спортом наравне со своими сверстниками. Вообще на эту поездку претендовали самые достойные – призеры соревнований и круглые отличники. На спортивные результаты обращали внимание и в шумерлинском детском доме. Я занимаюсь легкой атлетикой. Занимала первые, вторые, третьи места. То, что я сюда поехала, это только просто за идеальное поведение. Девочки наши очень спортивные, занимаются разными видами спорта. Это как легкая атлетика, вольная борьба, лыжи, коньки и так далее. Из Сочи они возвращались домой, переполненные эмоциями и с богатым фотоархивом. Жалели только об одном – ребятам не удалось увидеть своими глазами церемонию закрытия игр. Билеты на это шоу раскупили быстро. Стадион «Фишт», который способен вместить 45 тысяч человек, заполнился до отказа. Последний день – указ. Выстроились большие очереди. Добрый вечер гостям из Чуваши! Хорошего дня, гости! Мы рады поприветствовать вас на стадионе «Фишт». Сидя на трибунах, можно было увидеть то, что не вошло в телевизионную трансляцию. Вот так на стадионе появились спортсмены из других стран. Арену оборудовали специальными конструкциями, которые поднимают наверх декорации. На этом шоу режиссерам удалось объединить и оперную музыку, и 3D-эффекты, и захватывающие акробатические номера. Эффектная точка церемонии – хит, который уже на старте игр предрек победу российской сборной. А импособл – возможно все, и паралимпийцы это доказали. Впереди 4 года изнурительных тренировок. Многие спортсмены из российской сборной отправятся в Корею. Именно эта страна примет очередную белую олимпиаду. Обратный отсчет уже начался. Дмитрий Ковалев, Юрий Гурьянов. Республика. Из паралимпийского Сочи.